Новая зона отдыха преображается с каждым днём. Напомним, после длительного судебного процесса городской власти удалось вернуть территорию около крытого рынка. В мае там были демонтированы торговые ряды и началась работа по благоустройству. Как изменился сквер, проверил глава города. Вместе с Олегом Грищенко на аллее Рос побывала и наша съёмочная группа. Второй вход крытого рынка с выходом уже на Лавилово. Это первый этап с благоустройством вот этой части сквера, с устройством клумбы. Клумба в зимнее время может быть ёлка. И в дальнейшем, это удастся сделать или нет, здесь предусмотрена световая аллея, так называемая. То есть это гирлянда, которая будет на новый год. Конечно, удастся, почему бы и нет. На этом стенде Олег Грищенко знакомится с проектом будущего сквера. В таком виде аллея Рос предстанет перед жителями после реконструкции. В сквере планируется увеличить площадь зелёных насаждений, установить фонтан и декоративный пруд. С подобными предложениями архитекторов городоначальник согласен, но при этом вносит и свои коррективы. Нужно подосмотреть, где зелёные уголки у вас есть, зелёные пятна. Нужно обязательно лампочки присмотреть. Здесь тоже самое. Лампочки надо побольше, потому что это зона отдыха, тем более это центральные части. Чтобы этот макет воплотился в жизнь, требуются немалые средства. Поэтому, говорит Олег Грищенко, благоустройство аллеи Рос проходит в несколько этапов. В этом году в условиях ограниченного бюджета в сквере делают самое необходимое. Озеленяют территорию и ремонтируют дорожки. В планах разбить цветники с розами и установить скамейки. Получится очень красивая зона отдыха. Она очень большая. Будут сделаны дорожки, где можно будет прогуливаться мамам с колясочками, с детишками гулять. Будет произведена большая высадка ценных пород деревьев. Получится очень красивая парковая зона. В планах у нас также здесь сделать фонтанчик небольшой, цветник. И вот как в старые добрые времена здесь называлась аллея Рос, по весне будут высажены здесь розы. Работы по благоустройству аллеи Рос ведутся недавно. В мае после длительного судебного процесса в сквере были демонтированы торговые объекты, которые стояли здесь 20 лет. Олег Грищенко уверен, благоустройство зеленых зон в разных районах города – одна из приоритетных задач власти. Задача городской власти – создавать комфортные условия для наших горожан. Поэтому, конечно же, мы за этот участок очень долго бились, порядка трех лет. Я видела и пронизированную работу. И вот, наконец-то, то, что здесь было, мы вспоминаем, вот этот базар здесь был, который мы его демонтировали по решению суда. И было принято решение сделать в центральной части города вот такой вот зеленый красивый уголок. Аллея Рос – не единственный сквер, который в этом году удалось освободить от незаконных торговых объектов. Летом по решению суда было демонтировано несколько ларьков возле зеленой зоны на Первой дачной и в сквере на улице Рахова.